Что происходит? Ученые Института астрономии Гавайского университета заметили изменения в движении астероида Апофис. Они могут оказать влияние на возможное столкновение небесного тела с Землей в 2068 году. Группа ученых зафиксировала отклонение Апофиса от своей первоначальной орбиты на 170 метрах в год. Что это за астероид? В 2004 году был открыт астероид Апофис. После прохождения астероида мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения НАСА заявили, что возможность столкновения с Землей в 2029 году исключена, а в 2036 году, чрезвычайно маловероятно астероид под номером 9909042 был так назван, в честь египетского бога подземного мира. Некоторые ученые убеждены, что он абсолютно не столкнется с Землей. По некоторым расчетам астероид пролетит в нескольких тысячах километрах от нашей планеты, но тем не менее это будет самая близкая встреча с таким крупным астероидом. Поводу для беспокойства были и ранее. Так как астероид способен изменить траекторию своего полета благодаря эффекту, обнаруженному русским инженером Иваном Ярковским. Эффект создает Солнце. Создает в том случае, если астероид вращается, попадая под лучи, его поверхность разогревается, скрывшись остывает. При этом она излучает фотоны. Нагретая сторона больше, чем холодная. В результате возникает пусть небольшая, но постоянно действующая реактивная сила. Она и способна подвинуть астероид. Следующее сближение астероида с Землей может произойти уже 13 апреля 2029 года. Небесное тело пройдет на расстоянии всего 38 тысяч километров, что в 10 раз ближе, чем расстояние до Луны. В чем суть угрозы от астероида? Согласно предложениям ученых, для уточнения траектории, состава и массы астероида необходимо отправить к нему автоматическую межпланетную станцию АМЭС, которая произведет необходимые исследования и установит на нем радиомаяк для прецизионного измерения изменений его координат во времени, что позволит более точно вычислить элементы орбиты, гравитационные возмущения орбиты со стороны других планет, и, тем самым, лучше спрогнозировать вероятность столкновения с Землей. В 2008 году Американское планетное общество провело международный конкурс проектов по отправке на АПОФИС небольшой АМЭС для траекторных измерений астероида, в котором приняли участие 37 институтских и прочих инициативных коллективов из 20 стран мира. Наблюдение за астероидом АПОФИС ведется при помощи 8,2-метрового телескопа-рефлектора, Субару, который расположен в обсерватории Мауна-Киа в Гавайях. В ходе изучения астероида был замечен эффект Ярковского. Явление возникает на той части поверхности астероида, которая днем нагревается от солнца, а ночью остывает. Это приводит к образованию теплового излучения, которое создает реактивный импульс и придает ускорение астероиду. Не это еще не все. Тот самый эффект Ярковского произошел с астероидом, что привело к необратимым последствиям. Астероид отклонился от своей первоначальной орбиты на 170 метрах в год. Такой величины достаточно, чтобы нельзя было точно предсказать траекторию астероида в 2068 году. Что было известно о столкновении 2068 года. О вероятности столкновения АПОФИСа и Земли в 2068 году уже сообщалось ранее. До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с Землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшее наблюдение, чтобы выяснить вероятность столкновения. Позже ученые выяснили, что астероид диаметром 300 метров двигается по такой траектории, что в 2068 году должен столкнуться с Землей. Заведующий лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов провел свое исследование и выяснил последствия, которые ждут планету от падения АПОФИСа. Если астероид рухнет на Москву, город будет полностью уничтожен вместе с частью Московской области. Ученые пока не знают, как изменить траекторию АПОФИСа, чтобы избежать катастрофы. Что можно предпринять? Один из самых экзотичных вариантов предполагал, что АПОФИС следует завернуть в пленку с высокой отражающей способностью.